Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какие возможности есть у горожан для занятий зимними видами спорта? Насколько массовыми становятся мероприятия, организованные Департаментом физической культуры и спорта? Об этом говорим сегодня. В нашей студии исполняющая обязанности заместитель и руководитель Департамента Галина Зайцева. Здравствуйте, Галина Олеговна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие итоги уже можно подвести? Какие спортивные крупные мероприятия уже прошли в нашем городе? С чего начнем? Ну, я думаю, что мы начнем с «Золотой шайбы», потому что у нас уже закончился региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов на призы «Золотой шайбы» имени Тарасова. 4 февраля в «Кристалле» в спортивном комплексе состоялась именно финальная и заключительная часть, где со всей области съехались команды. Ну, и, естественно, выявить, кто же у нас сильнейший и кто представит нашу Самарскую область на всероссийских соревнованиях. Нам очень радостно, что именно в этом году две наши команды в двух возрастных группах, это 2004-2005 года рождения, у нас выиграла команда «Меридиан», это Куйбышевского района, и в старшей возрастной группе 2002-2003 года рождения выиграла наша команда «Чайка» Красноглинского района. И они вот в апреле, там в марте будет соревнование в Сочи, они уже будут представлять именно нашу Самарскую область. Это очень хороший результат, мы очень гордимся нашими командами. Я думаю, что здесь надо поблагодарить и районную администрацию, и всех тренеров, кто именно создал команду, тренировал это, и, естественно, добились таких результатов. Вот региональный этап, вы сказали, значит, какие команды принимали участие, в каком уровне, из каких городов? Вот в финальной части представляет вся Самарская область, то есть сильнейшие команды Самарской области. Вот в младшей возрастной группе у нас победили Тольятти, да, вот наша третья команда, это Комета Ленинского района, она там заняла третье место, тоже хороший результат. Вот, а так, я говорю, все сильные команды собрались именно в финальной части, чтобы определить, кто же у нас будет идти. И с Отрадного были команды из других городов, вот, поэтому, как бы, результат очень хороший, я надеюсь, что у нас еще есть время подготовиться, потому что ближайшее соревнование, это старшая возрастная группа, это будет в марте, уже 24 марта по 1 апреля, то есть это самый первый выезд, то есть наши детишки выезжают. Ну, и, естественно, со 2 по 10 апреля уже у нас выезжает средний возраст, это 2004-2005 год рождения, это команда Меридиан Куйбышевского района. Скажите, пожалуйста, судейская коллегия и жюри были представлены известными спортсменами, личностями такими? Ну, в основном, у нас данные соревнования обслужила областная федерация хоккея, то есть в этом году на строгом контроле и судейство все, то есть чтобы четкое было судейство, четкие результаты, четкий приход, уход команд, медицинское обеспечение. Вот здесь мы можем сказать именно про наш городской этап, потому что в нашем городском этапе 27 команд приняло участие, естественно, на пяти площадках играли. Вот, в принципе, соревнования прошли на хорошем уровне, да, в свои коррективы нам носила, конечно, погода, да, мы знаем снегопады, которые шли. Можно посмотреть фотографии, кстати. Да, можно, да, есть у нас фотографии замечательные, где мы видим, что, как бы, ну, отдать должное тем организаторам, которые готовили наши площадки, да, вот особенно это Чайка Красноглинского района, это наше подведомственное учреждение департамента. Вот хоккеисты, юны. Да, юны, где они прикладывали все усилия для того, чтобы все-таки соревнования состоялись, да, чтобы мы их не переносили, вот. Поэтому хочется большие слова благодарности именно всем тем, кто готовил наши площадки к нашим соревнованиям. Да, а обеспеченность команд формой, какими-то необходимыми, я не знаю, атрибутами, как вот вы оцениваете? Ну, что в достаточном количестве, а что, чего еще, в общем-то, не хватает? Вот так вы посмотрели все соревнования, всех участников, какие выводы можете сделать? Если брать наши городские команды, то, конечно, мы прикладывали все усилия в рамках у нас программы, мы каждый год закупали инвентарь и оборудование, то есть мы одевали всех команды, да, то есть в настоящее время весь этот инвентарь оборудован, передан внутрь городской администрации, потому что сейчас полномочия по тренерам по месту жительства, им были переданы, поэтому мы их передали именно экипированные дети команды, поэтому у нас команды играют все, ну, грубо говоря, не стыдно нам будет ехать на этап финала всероссийских, соревнований, я думаю, что... Хотелось бы, чтобы Самара была прекрасно представлена, и какая мотивация у победителей, что они получили, какой стимул участвовать в соревнованиях, двигаться дальше, вот это же тоже важно. Ну, естественно, что у нас здесь, во-первых, цель была одна, привлечь как можно большее количество, да, на этих соревнованиях приезжали тренеры из хоккейных клубов, они отсматривали ребят, детишек, естественно, что будет потом приглашение в команды, то есть у нас есть к чему расти, у нас хоккей развит в Самарской области, да, и ребятам есть к чему, у нас есть профессиональные команды, которые, ну, если ребята захотят, да, может продолжать свою карьеру уже именно в профессиональном спорте. Вы знаете, я слышала мнение экспертов, которые как раз обсуждали золотую шайбу, и сказали о минусах, это, я даже записала, это то, что мало тренируются спортсмены, и что занятия хоккеем во дворах на минимальном таком уровне организованном в Самаре. Вот как вы можете ответить и прокомментировать, что не так? Ну, мы должны понимать, что зимний сезон у нас, да, тоже очень ограниченный, да, не всегда у нас мы можем начать, именно там в ноябре, когда ляжет снег, то есть все зависит от наших погодных условий. К сожалению, может быть, и был, в этом году у нас декабрь месяц, в принципе, у нас был месяц, то есть зима была хорошая, декабрь месяц уже начали залить, площадочки были, и ребята могли готовиться. Наши соревнования у нас начались 9 января, вот. Конечно, может быть, за месяц подготовить команду, это, конечно, проблематично, да, конечно, в течение круглогодично, но, к сожалению, крытые дворцы, да, у нас есть крытые, но именно для дворовых команд это станет вопрос в арендной плате, потому что мы прекрасно понимаем, что муниципального льда у нас своего, к сожалению, нету, да, и нам приходится, что воспитанникам наших подвесных учреждений, именно спортивных школ, арендовать здания, помещения и спортивные сооружения, что и детским командам. Есть возможность, например, у нас, ну, я возвращаюсь к нашей команде, это Чайка Красноглинского района, да, который тренируется на нашем стадионе, вот. Да, у них какая-то есть возможность где-то за счет родителей арендовать лед, то есть у них, получается, они готовятся в течение года, то есть у них как-то больше возможностей, вот, поэтому и результаты, вот, ну, как мы слышали, что в старшей возрастной группе они, в принципе, лидерами были, там, безоговорочно, то есть без, как говорится, без вопросов, они были сильнее и выиграли. Если, например, в средней, там все-таки борьба очень была напряженной, до последней игры было непонятно, кто же все-таки победит, то Чайка у нас как бы в этой возрастной группе была. А если говорить о самом таком массовом любительском таком варианте занятий во дворах, вот с чего нужно начинать жителям домов, вот, близлежащих, многоквартирных, организовать, вот, установить колду, допустим, это к вам нужно обращаться? Или через районную администрацию действовать, через департамент? Ну, все, что касается, да, 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 все понятно. Что, что касается внутридовровых территорий, это, конечно, лучше решать с районной администрацией, потому что, как я уже говорила, что сейчас полномочия переданы, они, как бы, всей территории, они хозяева больше знают, где, как установить. Да, устанавливаются площадки в рамках областной программы. Вот, например, в ближайшие 2-3 дня мы готовим, ну, наши предложения для Минспорта, где включаем именно те площадки, где мы хотим, чтобы, например, на следующий год или даже в течение этого года были построены площадки. То есть мы сейчас согласовываем с администрацией города, с администрацией образовательных учреждений, вот, потому что в основном, да, мы устанавливаем, как бы, больше на общеобразовательных. Там есть земля, там есть балансосодержатель, кто именно будет следить. Во дворах немножко проблематично в том плане, что мы прекрасно понимаем, что если нет хозяина этой площадки, то, к сожалению, не всегда ее можно сохранить в том виде, в котором нам они, строители, передают. Вот. Ну, я думаю, что первонаперво это, конечно, есть площадка, да, есть инициативные граждане, которые хотят, чтобы здесь был лед, да, хотят залить, вот, и, естественно, ну, есть детишки, есть тот организатор, тот фанат хоккея, который сможет собрать вокруг себя этих детей и сорганизовать и сделать одну команду. Да, кстати, вот среди тренеров, которые на общественных началах занимаются развитием спорта в городе, вот, тренеры-общественники, так называемые, они какому вот этому уделяют внимание? Ну, конечно, конечно, в основном здесь у нас... Нет, в основном, да, мы действуем через тренеров, конечно, по месту жительства, среди них есть много замечательных людей, которые посвящали свою жизнь хоккею, которые занимались хоккеем, то есть, и поэтому они хотят свои идеи воплотить в детях, да, вот, поэтому без тренеров по месту жительства, конечно, это было бы очень немножко проблематично, потому что, ну, в муниципальных школах, ну, хочу сказать, что в данных соревнованиях, во-первых, не могут принимать дети там со спортивных школ, с профессиональных, Здесь именно дворовых. Цель, чтобы сплотить дворовых ребят. Поэтому я думаю, что тренеры нам очень большую помощь оказывают. И, естественно, нам надо сказать большое спасибо, что они как-то нацелены на это, они хотят этим заниматься, естественно, и поднимают как можно больше детей именно и стимулируют к занятиям физической культуры и спорта. Да, тем более, что никто не может отрицать той перспективы, что после чемпионата мира по футболу когда-то в Самаре состоится и хоккейный чемпионат международный. Поэтому нужно быть, конечно, готовым. Что еще прошло интересного? Ну, зима, вот для меня лично, это, конечно, лыжи. Такой самый массовый, по-моему, спорт. Насколько вот эти мероприятия стали массовыми, которые департамент провел соревнования? Что это было? Да, в этом году у нас состоялся тоже открытый Самарский лыжный марафон Соколий Горн, он уже стал традиционным. Мы проводим уже третий год, вот, 28 января на лыжной базе «Чайка». А вот в этом году мы как бы больше времени осветили, чтобы рекламе дать этим соревнованиям, чтобы охватить как можно больше желающих у нас открытых, то есть принимать участие могли со всех регионов нашей матушки России, да. Кто-то приехал из других регионов? У нас было 229 участников, я не говорю, что именно нашу Самарскую область, со всех, именно не только Самары, то есть со всей Самарской области, Московскую область, Саратовская, Нижегородская, Кировская, даже Псковская область, Архангельская. То есть, понимаете, откуда только не было. Татари, Одмуртия, Башкортостан, то есть представили всех своих представителей. То есть сильнейшие лыжники приехали к нам, даже вот был Ямал-Нинецкий автономный округ. То есть понимаете, тоже даже вот с таких дальних уголков, то есть люди приехали, именно фонал Лыжного здесь, именно здесь же марафон был, то есть бежали дистанцию 30-50 километров, вот поэтому желающих, конечно, было много. А сколько вы участников, вот чтобы, какой-то цифры есть? 229. Всего приняло участие. Всего 229. Просто столько регионов перечислили. Да, ну регионов много, как бы нет, мы считаем, что это хорошее число участников, то есть действительно. У нас есть фотографии, кстати, тоже можно посмотреть, чтобы... Да, да, то есть вот, поэтому на финише всем участникам вручались памятные медали, то есть каждому участнику, независимо от того времени. Естественно, что у нас были, ну, победители, призеры, то есть там именные чеки на денежные премии, то есть у нас и фонд был, вот. Естественно, в цветочной церемонии также нагрозали 4-6 места, кто занял. Были у нас и представители в призерах и нашей Самарской области, ну, в основном там Утбуртия тоже хорошие результаты были, первые места среди мужчин. Да, вот как раз, да, мы видим как раз уже награждение, да, это уже все фотографии, вот. У девушек, у нас, у девушек на дистанции 30 километров бережная Ирина заняла первое место, то есть очень хорошо на Самарской области, да, вот. В принципе, и у женщин, и у мужчин у нас были числа победителей, призеры, наши горожане, наши жители. Да, а какие есть возможности у наших жителей, у горожан выйти покататься на лыжах, не на соревнованиях, а вот чтобы форму поддерживать, где это можно сделать спокойно, цивилизованно, что-то вот есть организованное такое. Речь даже не о горнах, наверное, потому что это не такой, хотя массовое, но лыжи простые все-таки. Для спортсменов, профессионалов у нас, конечно, на территории городского округа, да, есть лыжная база «Чайка», вот она государственное автономное учреждение Самарской области, она причиняется Министерству спорта Самарской области, там созданы все условия для профессионалов. Да, там в выходной день и горожане приходят, вот. Еще у нас лесопосадка, 50 лет советской власти в парке есть, у нас там занимается наше подведомственное учреждение с дежурным номером один, именно лыжное отделение. Они каждый год там накатывают лыжня, там есть место, где можно горожанам спокойно покататься, также на лыжах, вот. Вот, кстати, в этом году вот мы там решили все, вот, ну, мы вернемся, наверное, на ГТО, да, вот, но я сразу скажу, что все соревнования, которые мы среди горожан принимаем в этом году, норма ГТО, именно лыжные гонки, мы решили в этом году проводить в этом парке, вот. То есть, как бы, чтобы, во-первых, не отдаленно, все-таки в черте города, на Старозагоре находится, не так далеко добираться, вот, и поэтому решили, что школьники у нас, дети, взрослые, то есть, у нас мы будем там принимать лыжные. Ну, и вот в парке Гагарина накатанная тоже лыжная, даже на набережной вот я проходила, смотрю, там любители катаются. Ну, вы уже упомянули про ГТО, вот, вообще, вот, если с самого начала к этому вопросу подходить, почему вернулись к этой теме, ГТО, потому что, казалось бы, это уже давно ушедшее, да, это вот было в нашем прошлом. Как-то говорят, все, что, да, забыто, это хорошо, да, вот, поэтому, нет, но здесь, опять же, ГТО, мы возвращаемся к тому, чтобы как-то стимулировать наше население, стимулировать жителей иноксистематическим занятием. Мы должны понимать, что, ну, были времена, когда, да, занимались поголовно, там много, конечно, потом были какие-то перебои, да. Наша задача сейчас охватить как можно больше количеств. Смысл какой? Человек пришел, сдал нормативы, посмотрел, он не укладывается, да, посмотрел, что ему там-то не хватает, здесь не хватает, да. Вот, у него же есть стимул, что я все-таки могу выполнить на золотой значок, да, но для этого мне надо свою физическую форму подтянуть на лыжах, там, плавание, там, бег. Поэтому будет у них стремление заниматься, и это как один из поводов побуждает их к активным занятиям. А зачем вообще вот эти вот нормы ГТО нужны? Ну, вот зачем они нужны? Вот обладать вот этими, это вот к чему-то мотивирует, стимулирует или что-то дает? Ну, во-первых, если брать, мы берем школьников, да, то вы как знаете, наверное, что сейчас во всех, во многих вузах есть дополнительные баллы за золотой значок ГТО. Поэтому, например, в прошлом году у нас мы активно принимали именно 11-ти классников ГТО, именно у 11-го класса, у ребят со школ, чтобы они могли, ну, кто, естественно, выполнен, чтобы у них был, как говорится, дополнительный шанс, дополнительный балл, стимулирует дополнительный балл именно к ЕГЭ для поступления в вузы. Вот. Сейчас в этом году мы, у нас по всей России проект запустился, что все население должны сдавать, то есть мы должны охватывать уже не только школьников, если в прошлом году мы делали охват только на школьников, и буквально осенью мы впервые попробовали это среди населения, да, первый раз фестиваль провели, вот, у нас там около 200 человек, жители именно взрослого населения принимало участие, то уже в этом году мы будем, по крайней мере, будем стараться охватить как можно большее количество. Вот, поэтому именно в феврале у нас уже намечены сроки, где состоится зимний городской фестиваль ГТО, вот, и у нас есть задача отобрать команду именно городского округа Самара для участия в областном фестивале. Вот. Хочется, ну, случаем, да, пригласить всех желающих, да. У нас информация по ГТО размещена на сайте департамента 63-спорт.ру, да, на сайте администрации городского округа. У нас есть центр тестирования Олимп, на котором тоже вся информация размещена. Вот. Какие сроки, когда, где? Ну, я могу сказать, что у нас данный фестиваль разбит на три дня, то есть 12 февраля мы с трех часов до 21-го мы в спортивном изразительном комплексе Самарский по улице Самара, 9-я просека, 5-я линия, дом 4. Мы там проводим тестирование, принимаем у взрослого населения такие виды испытания, как плавание, стрельба, гиря, прыжки в длину с места, подтягивания, наклон. То есть именно ОФП, силовые. Вот. Дальше, 18 февраля, как я говорила уже, в лесопосадке 60-летия советской власти, мы там принимаем именно испытания, это бег на лыжах, то есть 2, 3 и 5 километров. А уже 19 февраля во дворце спорта легкой атлетики на физкультурной 101, там уже мы принимаем именно беговые виды испытаний, то есть бег на 100, 2 километра, 3 километра и вот прыжок в длину с места, мы там будем принимать. Вот. Главное условие, ну, естественно, желание жителей, да, естественно, что у каждого должна быть справка о состоянии здоровья, потому что некоторые звонят, да, самое главное, потому что многие нам уже звонили, говорили, как без справки, мы должны понимать, что, понятно, что главная судейская коллегия, там, департамент, никто не будет брать на себя ответственность за любого жителя, если он постанет здоровье, поэтому справка должна быть обязательна, что он здоров и к соревнованиям именно к сдаче допущен. И, естественно, что они должны быть зарегистрированы на сайте АИС ГТО, они должны получить номер, потому что сейчас, если в прошлые годы, там, когда у нас было ГТО, да, у нас как бы, как мы все помним, учитель в школе, да, нас писал, мы нигде никаких интернетов не было, никаких, сейчас очень строго. То есть мы принимаем нормативы, да, вот эти протоколы все у нас только может Центр Алим, они заносят в систему, то есть у нас все видят, все результаты, они все размещены, поэтому уже здесь как бы и подделок, вот, и уже все на виду, все результаты. То есть четко мы отслеживаем, проверяют и уже потом видят, если человек выполнил норму ГТО, да, то есть есть приказ, естественно, приказ Министерства спорта Российской Федерации, да, и присваивается такой значок, и присылаются, естественно, из Казани, привозят нам значки. То есть, в принципе, такая процедура. Поэтому, еще раз говорю, сейчас более, ну, на новые рельсы поставили всю эту процедуру ГТО, да, вот, и хочется сразу, ну, обратиться к нашим горожанам. Понятно, что охватить просто всех мы сейчас желающих, ну, просто, чисто физически мы не сможем, да. Мы сейчас пытаемся, вот, раз хотя бы в квартал, да, делать такие фестивали будем делать, чтобы привлекать как можно больше количества, потому что сейчас уже стали к нам обращаться заводы, предприятия, которые хотят, чуть ли не в полном составе, чтобы их все работники прошли ГТО, да. Волна пошла, действительно, у нас очень много заявок, да, и вот на ближайшие соревнования, потому что уже комплексные заявки, то есть, подают. Не просто житель позвонил, там, записался, да, ну, и есть у нас уже так и от предприятий заявки. Поэтому надо понимать, что мы постараемся в этом году как можно больше количества принять. Ну, если кто-то не успел в первый заход, потому что у нас многие звонили, вот, например, там, на лыжах не успевают в этом году, там, например, у нас еще будет и декабрь месяц, то есть мы можем и в конце года как бы вернуться к тем же самым испытаниям. А так у нас, так как у нас в городе создано 13 центров тестирования, но надо понимать, что 10 у них находятся в образовании, то есть это в образовательных учреждениях, которые занимаются непосредственно детьми, а 3 центра тестирования созданы на наших подведомственных учреждениях. Это Сдюшор номер 6, вот как раз Чайка, и вот Олимп, наш лагерь Олимп, да. Вот. На сайте Олимп они уже вывесили информацию, то есть с какие дни, какие нормативы именно круглогодично можно принимать. Мы прекрасно понимаем, что легкую атлетику, да, зимой очень проблематично, для этого нам нужен манеж. Манеж, он, кстати, к сожалению, частный, да, нам приходится арендовать. То есть все, что сейчас мы проводим в фестивале, все, как бы, говорится, мы арендуем, вот за это мы департамент оплачивает все, выделяются муниципальные деньги, чтобы охватить как можно количество населения. Да. А есть разные ступени, ведь все не могут одинаково издать нормы. Вот нужно начинать с малых ступеней, или как все это выглядит? Нет, ну, там для каждого возраста... От физической подготовки, или как? Нет, там от возраста, да. От возраста? У каждого возраста есть свои ступени. Естественно, для каждого возраста есть свои нормативы. И у нас там и 60-е выше, да, то есть они не на время бегают, если у них смешано, например, передвижение, да, то есть они могут пробежать чуть-чуть бегом, шагом пойти, но самое главное, они должны дистанцию туда идти. То есть они дошли дистанцию, ну, как в институте, за счет, не за счет, да, они получили это. То есть, опять же, здесь нормативы рассчитаны именно на возраст. Понятно. От возраста отталкиваетесь. От возраста, да. Понятно, теперь понятно. И еще, чем сегодня занимается департамент, кроме уже анализа прошедших мероприятий, к чему готовитесь еще, может, кроме ГПЛ? Ну, у нас, да, у нас и на феврале очень запланировано очень много мероприятий. Во-первых, 25 февраля у нас состоится городская спартакиада среди детских дворовых команд. Зимняя у нас, у нас она есть осенняя, есть зимняя. Вот, 25 февраля на территории нашего подвесного учреждения «Чайка». Вот, в спартакиаде у нас, у нас спартакиада проводится по мини-футболу. Здесь будут принимать участие ребята 2003 года и младшие. Значит, эстафета на лыжах, то есть четыре участника по 200 метров они у нас бегут. Это 2002 год рождения и младшие. И эстафета зимних видов спорта, там смешанные эстафеты, это уже для детишек 2005 и младшие. То есть здесь мы также постарались охватить как можно большее количество детей именно разного возраста. Вот, здесь, конечно, это все ложится на тренеров по месту жительства. Здесь уже внутригородские районные администрации выставляют команду свою. То есть у нас 9 команд принимают участие. Естественно, мы подводим командный результат по всем зачетам. То есть победители у нас будут награждаться, естественно, кубками за первое, второе, третье место, грамотами. Все ребята медали, кто у нас победил. Вот, поэтому я думаю, что, ну, как обычно, проигравших-то не бывает, да. Мы выиграем тем, что мы пришли на эти мероприятия и поучаствовали, да. Но все равно победители у нас определяются и будут они, конечно, награждены. Да, не могу не спросить о подготовке к чемпионату мира по футболу. Вот что сегодня происходит с футболом, с уровнем? Как готовятся наши спортсмены к этому событию? Потому что это же тоже важно. Как город-то сам будет представлен, кем? И какие у нас есть возможности? Какой сегодня уже уровень? Какие у вас прогнозы, может быть? Ну, как бы нам, конечно, прогнозы очень трудно давать. Ну, пока еще даже рано, но все-таки. На что ураль-то рассчитываете? Сборная России, мы, конечно, на нашем ином уровне муниципалитета, да. К сожалению, пока из наших воспитанников в сборную России, как бы, да, хотелось бы. Ну, вы видите, что у нас преобразование в городе ведется, да. Я уже не говорю, что про строительство именно спортивных объектов, да. У нас и благоустройство и улиц ведет, и фасады, здания. То есть, чтобы нам было не стыдно показать наш город всем тем людям, всем тем болельщикам, которые приезжают нам. В общем, сейчас большая работа идет по фестивалю болельщик по проведению, чтобы он прошел красочно, запоминающе, чтобы сказали, вот Самара, вот только в Самаре так могут провести это мероприятие. То есть, здесь, конечно, сейчас большая возможность возложена на департамент культуры, молодежной политики. Вот, и, естественно, что в помощь все остальные департаменты будут помогать и как бы осуществлять эти и хорошие идеи, замечательные, которые мы сейчас планируем воплотить в жизнь. Вот. В рамках чемпионата в этом году у нас запланировано очень много мероприятий. Вот. Это и футбольные, и различные футбольные турниры с привлечением и органов исполнительной власти, и там именно женских команд. То есть, у нас в футболе только девушки у нас было. В прошлом году мы проводили такие замечательные. И среди детей, и среди студенческих, и там дружба народов среди национальных команд. Понимаете, футбол, он один из самых... То есть, он самый массовый вид спорта именно в Самаре. Больше количества, естественно, занимаются футболом. У нас происходят различные фестивали и различные турниры. Помимо нашего департамента, у нас много коммерческих организаций, которые организуют свои. Есть и футбольная Самарская лига, и корпоративная лига. То есть, понимаете, занимаются все. И я думаю, что вот этот праздник, который мы в 2018 году должны увидеть, будет большая радость для нашего населения, именно городского округа, где очень много любителей спорта. Понятно. А все-таки на департамент, на ваш физическую культуру и спорт, какая нагрузка ложится? Вот вы за что отвечаете? Вот это тоже хочется понять. Там скажут, что вы самые главные. Ну, если так говорить, мы отвечаем за все. Потому что, во-первых, это наша программа муниципальная, мы главные исполнители, да, вот. Ну, если так коротко, здесь, начиная от облига Самары, да, просто получается, каждому департаменту, у каждого есть свои полномочия по данному этому, да, и каждый решает. Мы аккумулируем все эти данные, которые получатся. То есть, координируем всю работу. Сейчас у нас уже в администрации создана рабочая группа по координации именно ЧМ-проведению, чтобы уже внутри администрации. Поэтому, естественно, осталось очень мало времени, да, и за это время нам надо очень много успеть. Поэтому сейчас подключаются абсолютно все службы, все департаменты, все организации, которые принимают участие именно в подготовке. Да, и я хотела, так как вы первый раз в этом году к нам пришли, услышать об итогах ушедшего года, прошедшего. Какие тенденции, может быть, вы заметили в спорте в Самаре, и в массовом, и в любительском, и в профессиональном? Вот что вспоминается, что было сделано в этом году, и вот что-то поменялось, может быть, какой-то рост где-то пошел? А где-то, вот, может быть, и минусы есть. Нужно еще побольше внимания. Ну, мы будем не очень критичны к себе, да? Да, к сожалению, у нас, грубо говоря, в конце года немножко с финансированием достало, то есть у нас какие-то мероприятия были не проведены. Но, несмотря на это, общее количество участников мероприятий у нас из года в год просто растет. То есть, получается, мы проводим... Вот, да, важная такая... Да, это очень важная тенденция, да, вот. Растет у нас количество, вот мы сейчас уже сдали статистическую отчетность, растет количество у нас жителей, которые систематически занимаются физической культурой и спорта. Вот, мы уже дошли до 30% от общего количества населения именно городского округа Самара. Вот, если брать наши подведомственные учреждения, то в этом году у нас очень много и было и мастеров спорта, и кандидатов, даже был один мастер спорта международного класса. То есть у нас результаты хорошие и на Европе, и на мире у нас наши воспитанники, именно муниципальных спортивных школ принимали участие и показывали замечательные результаты. Конечно, есть над чем работать, да. Вот, сейчас вот у нас, я говорю, из баз, которые, ну, спортивные базы, да, вот у нас сейчас стадион «Нефтяник» ремонтируется. Я думаю, что как только вот он весной, там, мы сдадим его в эксплуатацию, да, то, что наплыв именно в Куйбышевском районе, да, на новые рельсы поставят именно занятие спортом, потому что будет уже место именно горожанам, это именно муниципальный стадион, на котором можно заниматься. Буквально вот в январе уже 17-го года перешел в муниципальную собственность еще один стадион. Это стадион «Торпеда», Мичурина 90. Вот. Сейчас там мы передали в оперативное управление с дюшер номер 17, но, несмотря на это, также все там, вот, кто там занимался, все дети, все жители, то есть они продолжают заниматься. Я думаю, что в этом году уже именно с районными администрациями мы будем больше проводить праздников именно уже на стадионе, то есть именно для горожан, вот, привлекая горожан, тем самым посещать стадион. Сейчас вот там планируется капитальный ремонт, ну, после ремонта, я думаю, что у нас уже к осени все мы запустим. Поэтому, говорю, тенденция есть, да, вот сейчас, если все хорошо сложится, мы заявочку подаем в Минспорт на площадке, на новые площадки. У нас появятся новые площадки в городском. Я думаю, что мы из года в ГУМ России, конечно бы, нам хотелось бы больше. Да, ну, это спасибо большое. Вот на этой замечательной ноте, что есть положительные тенденции, мы закончим наш разговор. Спасибо за информацию полезную для любителей спорта. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова